Игра Орден 1886 очень странная, в нее адекватные люди не играли. Хорошо, что я не из таких. Эталонная в плане визуала и стилистики, она даже сегодня, спустя, вдумайтесь, 7 лет после выхода, смотрится невероятно круто и уделывает большинство современных блокбастеров. Но при этом она жестко обосралась со сценарием, логикой происходящего, всратостью диалогов, длительностью сюжетки и стоимостью. Я купил ее за целых 500 рублей с рук и решил, что не гоже пропадать таким деньжищем и пора сделать видос, в котором я попытаюсь собрать развалившийся на куски сюжет этой игры, которая при наличии адекватного сценариста могла бы стать первой частью очень крутой франшизы про викторианский Лондон, в котором рыцари круглого стола ведут вечную битву с оборотнями и вампирами. По традиции, перед началом поблагодарю спонсоров на ютубе и бусте, без вас этого ролика бы не было. 1886 год. Лондон. Сир Галахад – это один из членов до сих пор действующего Ордена Рыцарей Круглого Стола. Орден основал сам король Артур с целью сохранять баланс между людьми и полукровками. Советом Ордена руководит старейший из рыцарей, сэр Ланселот, соратник самого короля Артура, оберегающий Англию уже около тысячи лет. Рыцари проживают неестественно долгие жизни в сотни лет благодаря Граалю – черной воде, которая заживляет раны и не позволяет умереть от старости или болезней. Каждый рыцарь Круглого Стола берет себе новое имя. Рыцарь Галахад в миру известен как Грейсон. Он получает приказ от своего наставника Сира Персиваля вместе с рыцарями Лафайетом и Грейной подавить беспорядки, которые устроили беглые сумасшедшие около штаба Объединенной Индийской Компании. Персиваль просит Галахада по возможности не убивать беглецов. Но рыцарей Круглого Стола не особо огорчает смерть нескольких сотен поехавших горожан, так что Галахада и Грейна без зазрения совести в первую же минуту после контакта начинают мочить всех из всех стволов. Когда рыцари зачищают здание Индийской Компании, они встречают Маркиза де Лафайета, новобранца Ордена, который еще не получил звание рыцаря. Он, как обычно, клеится к девушкам вместо того, чтобы заниматься благородным массовым истреблением своих сограждан, как нормальный рыцарь. Во время разговора Галахад замечает, что его наставник, сэр Персиваль, один из самых старых и уважаемых рыцарей, беседует в переулке неподалеку с таинственным человеком в Лохмотьях. Но у Грейсона задание зачистить весь район Мэйфер от вооруженных сумасшедших. Они вместе с Игрейной и Лафайетом спускаются в метрополитен, чтобы перебить всех беглецов и там. В метро Галахад видит, что один из них полукровка, наполовину человек, наполовину собака, сам себе лучший друг. Вскоре оказывается, что их в подземке целая стая. Рыцарь убивает всех, кроме одного, который сбегает на поверхность. Рыцари преследуют его и Грейсон валит полукровку из дугового разрядника, производства Николы Теслы. Прекратив беспорядки в Мэйфере, рыцари понимают, что следы случившегося ведут в другой район Лондона, Уайт Чеппелл, где ныне очень неспокойно. Именно там базируются члены восстания, который еще только разгорается в Англии. Более того, там орудует серийный убийца, которого писаки с Флит Стрит прозвали Джеком Потрошителем. А госпиталь, расположенный в Уайт Чеппелле, считают базой повстанцев. А теперь есть еще и подозрение, что повстанцы сговорились с полукровками. Восстание все сильнее угрожает империи, но без санкции Совета Ордена рыцари не могут самовольно начать действовать в Уайт Чеппелле. На Совете рыцарь решает, что совершать вылазку в Уайт Чеппелл нецелесообразно, но это не устраивает многих из них. Заручившись поддержкой Сэра Лукана, приемного сына Лорда Канцлера и Рыцаря Командора, Сэр Персиваль решает провести тайную разведывательную операцию в криминальные районы без ведома Совета и самого Лорда Канцлера. Его поддерживают Сэр Галлах от Маркис Делла Файет и Леди Игрейна. Последняя приемная дочь Лорда Канцлера также соглашается действовать втайне от своего приемного отца. Рыцари приезжают в Уайт Чеппелл и пытаются незаметно добраться до госпиталя, но стелс пехота жестко факапит, что приводит к очередному массовому побоищу на улицах Лондона. Повстанцы подозрительно хорошо вооружены. Среди оружия рыцари находят даже то, которое поставляется только в Орден. Новейшие пушки вроде Дугового Разрядника, а также экспериментальный образец термитного ружья, которое только что испытали и оно даже не попало в войска. При этом Персиваль утверждает, что оружие Орден не терял и никто его не похищал, а это значит, что кто-то в Ордене по-тихому снабжает повстанцев новейшим вооружением. После небольшой передышки повстанцы обрушивают на рыцарей и прибывших на помощь полицейских всю огневую мощь из новеньких пушек. Рыцари уходят из-под огня и вскоре достигают лондонского госпиталя, который окружила полиция. Испуганные Бобби собрались у ворот, но они боятся зайти внутрь. Скоро становится ясно почему. Из больницы лезут полукровки в огромных количествах. Галлахат решает не вступать с ними в бой, а пустить в ход технологии. По рации он вызывает боевой патрульный дирижабль Страж-5 и запрашивает сброс гальтон заряда – сонарного боеприпаса, который при столкновении с землей испускает мощные звуковой и электромагнитный импульсы. Сброс заряда отпугивает всех чувствительных к звуку полукровок, что позволяет рыцарям беспрепятственно войти внутрь госпиталя. У входа Галлахат и Грейна снова видят Персиваля, который беседует с тем же таинственным человеком в капюшоне. Внутри госпиталя они находят растерзанных полукровками работников и пациентов. В подвале Галлахат набредает на оборотня, но не на полукровку, а на чистокровного древнего ликантропа, крайне редкого и опасного монстра. Это первородные ликаны, которых никто не заражал ликантропией. Они такими родились в незапамятные времена. Многие вообще считают, что их давно нет в природе. Ликан серьезно ранит Галлахата, но последнего спасает Черная вода. Он сбегает и встречает Игрейну этажом выше, но на них снова нападает древний, который вырубает Галлахата. Игрейна долгое время держит натиск зверя, но в итоге ликан ломает ей позвоночник, а Галлахат, которому не дает умереть глоток Черной воды, из последних сил убивает израненного древнего топором, а умирающую Игрейну выручает все той же Черной водой. Пока напарница регенерирует, Галлахат обыскивает госпиталь, ставший базой повстанцев. Он находит улики, указывающие на то, что они, переодевшись в форму охранников Объединенной Индийской Компании, планируют ударить по флагманскому дирижаблю компании Агамемнону, на котором лорд Гастингс, казначей Ордена и один из самых влиятельных людей Англии планируют посетить Америку. Проблема в том, что Агамемнон уже вылетел, и время клянчить у Совета разрешения на еще одну операцию у рыцарей нет, а рисковать жизнью Гастингса они не планируют. Но выход есть, рыцари поднимаются на борт Стража 5 и проводят десантную операцию прямо в воздухе. Предупреждать охрану не имеет смысла, так как рыцари не знают, кто из них заговорщик, а кто настоящий. Так что они решают действовать скрытно, но не особо парятся по поводу убийства невиновных, врезая всю охрану, персонал и даже пилотов. Бог там разберется. После захвата кабины рыцари пробираются в бальный зал, где идентифицируют переодетых повстанцев и предупреждают Гастингса и Лукана об угрозе, что позволяет лорду уйти в безопасное место под охраной верных ему людей. Повстанцы взрывают передний двигатель Агамемнона, но дирижабль сохраняет высоту. Пассажиров эвакуируют, а рыцари ищут другие взрывные устройства. Но бомба все же взрывается, и горящий дирижабль падает на Лондон. В катастрофе гибнут все, кто остался на борту, кроме Галахада. Среди обломков он находит своего наставника, Себастьяна Мелори, сэра Персиваля. Старого рыцаря хоронят с почестями, и по традиции передают его рыцарское звание и имя новому члену ордена, Маркизу де Лафайету, который нарекается рыцарем круглого стола, сэром Персивалем. После похорон орден собирается на совет, но их прерывает мощный взрыв. Стражник докладывает, что на карету Гастингса снова напали неподалеку, на Вестминстерском мосту. Рыцаря отбивают карету Гастингса, но Галахад решает отомстить за смерть своего друга и наставника, и устраивает очередную тотальную аннигиляцию живой силы противника. Последнего выжившего в лучших традициях рыцарства он пытает и узнает, где найти предводителя восставших. Повстанец указывает на бордель Убельмюз в Уайтчепале, после чего сэр Галахад добивает беспомощного военнопленного и снова держит путь в бедный квартал. В борделе рыцарь продолжает вести себя по-рыцарски, бьет морды, выгоняет посетителей, угрожает хозяину заведения и бухает абсент чистоганом. К беспокойному гостю подходит прекрасная индианка, которая предлагает ему перемирие. Галахад бы пристрелил ее, но она показывает ему флакон с черной водой, такой же, как у всех рыцарей ордена. Девушка оказывается предводительницей лондонского восстания, а по совместительству легендарной индийской королевой и лидером индийского восстания 1857 года, которая, как все думали, давно погибла. Она утверждает, что Перси, Валя, да и всех остальных рыцарей предали, что индийская компания распространяет ликантропию, заразу, которую орден поклялся искоренить. Но она понимает, что слова не убедят рыцаря, и поэтому предлагает ему самому посмотреть на доказательства в доках компаний в Блэк Уолл Ярде. Рыцарь соглашается, но чтобы не бросать тень на орден, он снимает свой мундир и идет в доке без каких-либо знаков отличия. Леди Грейна, следовавшая за своим напарником, видит, что он в компании индианки выходит из борделя, а позже находит мундир Галлахада под прилавком. Галлахад предупреждает, что нужно действовать тихо и не убивать невинных работников доков. Но план проваливается сразу, как только они с Лакшми оказываются в порту, и Галлахад устраивает очередное массовое и жестокое побоище, в лучших традициях благородного рыцарства, конечно же. На складе Галлахад находит доказательства. Объединенная индийская компания перевозит спящих вампиров. Казначей ордена Лорд Гастингс, по словам Лакшми, тоже вампир, ответственный за жестокие убийства женщин в Лондоне. Именно его прозвали Джеком Потрошителем, и под его покровительством и защитой лекантропов Компания пытается распространить лекантропию и вампиризм по всему миру, а повстанцы мешают ему, но у них плохо получается из-за противодействия Ордена. Галлахад и Лакшми устраивают пожар на складе, пытаясь убить всех спящих вампиров. Прибывают охранники, рыцарь отбивается от нападающих, пока индианка продолжает заливать все керосином. На помощь к охране сбегаются еликаны, часть из которых убивает Галлахад, а оставшихся добивают подоспевшие повстанцы. Галлахад докладывает о своих находках лорду-канцлеру и его приемному сыну, рыцарю-командору Лукану, но Ланселот просто выходит из себя, когда слышит этот вздор и даже не желает обсуждать все, что ему наговорил Галлахад про вампиров, Гастингса и компанию. Но Галлахад сам виноват. Все доказательства присутствия вампиров в доках компании он спалил вместе с доками. Рыцарь предлагает командору тайно под покровом ночи пробраться в здание Объединенной Индийской Компании и найти сведения о перевозке вампиров и связи компании с лекантропами там. Галлахаду не поверят, а вот слово рыцаря-командора имеет гораздо больший вес, и Лукан соглашается пуститься в эту авантюру. Ночью они пробираются туда, и рыцарь Галлахад в лучших традициях рыцарской стелс-пехоты вырезает всю охрану. К рыцарям присоединяются повстанцы, и они продолжают уничтожать охранников десятками, но благородные с честью. В архиве они находят логистические документы, из которых узнают, что компания отправила свои грузы с полукровками уже в каждый индийский штат, и следующая на очереди Америка. Вскоре они видят подтверждение словам Лакшми о Гастингсе. Лорд убивает одного из повстанцев прямо на глазах у остальных и выпивает его кровь. Он представляется своим настоящим именем, Якоб Ван Нек, и признается, что это он, Джек-Потрошитель. Заходит Лукан, и оказывается, что он работает вместе с Гастингсом. Он намеренно завел Галахада и Лакшми в ловушку. Индианке удается бежать, а на Галахада набрасывается Лукан. Рыцарь ранит Командора, и тот являет свой второй облик. Лукан, приемный сын лорда-канцлера Ланцелота, и рыцарь-командор Ордена, тоже полукровка. Прибывают другие рыцари, Галахад сдается, а Лукан сбегает, чтобы не палиться. Галахада судят за предательство и единогласным решением приговаривают его к смерти. Перед казнью его долгое время пытают в Тауэре. Без цели, просто так, в лучших рыцарских традициях. Но ослабевшему бывшему рыцарю удается убить своих истязателей и бежать, спрыгнув в холодную темзу. Понимая, что он все равно уже покойник, и лучше умереть свободным в вонючей темзе, чем как предатель на виселице. Полумертвого Галахада вылавливает Никола Тесла, который одновременно работает на Орден и поставляет свои новейшие разработки повстанцам. И таинственный мужик в рясе и капюшоне, с которым Галахад видел своего наставника Персиваля. Они прячут его в одной из лачук на берегу, где он почти две недели валяется без сознания. Тесла отпаивает его черной водой, благодаря чему Галахаду удается выкарабкаться с того света. Когда Галахад приходит в себя, он вместе с Лакшми сваливает из убежища в Уайт Чепл под туннелем. А чуть позже, во время одного из рейдов Игрейна с полицейскими, находит лачугу, в которой Тесла укрывал бывшего рыцаря. Она понимает, что ему помогли повстанцы и объявляет общий сбор Ордена для рейдов в Уайт Чепл. Лакшми приказывает всем повстанцам уходить из города, но Галахад не может бросить своего спасителя, Теслу, и отправляется в самоубийственную миссию в галактическое ядро через ретранслятор Омега-4, то есть в Вестминстерский Творец, где находится лаборатория Теслы. После очередного тотального истребления стражников Вестминстера, в рыцарском стиле, конечно же, Галахад добирается до лаборатории, где находит раненого Теслу. Лукан знал, что ученый помогает повстанцам и решил использовать его в качестве приманки для Галахада. Появляется сам Лукан и извиняется перед своим недавним соратником за то, что ему пришлось выбирать между своими сородичами и Орденом. Во время боя Лукан принимает свое второе обличие, но Галахаду все же удается его одолеть. Поверженный Ликан и опальный рыцарь пытаются вести диалог, но из-за того, что сценарист умер от передозировки еще на второй минуте игры, у них ничего не получается. На помощь приходит лорд-канцлер, который долго бубнит что-то невнятное. Заканчивается встреча тем, что лорд-канцлер просит Галахада пристрелить своего приемного сына и проваливать. После убийства Лукана в городе вводится военное положение, а Галахад решает, что этому городу нужен герой. Я попытался собрать рваный, кривой и косой сюжет игры Орден 1886 так, чтобы он имел хотя бы какой-то смысл. Спасибо всем спонсорам на ютубе и Бусти, а также каждому посмотревшему. Не забывайте, что ваши лайки и комменты сильно помогают каналу в продвижении. До встречи в следующих роликах и доминуют вас хреновые сценаристы. Субтитры создавал DimaTorzok